Возможности для вытеснения доллара Чем вызван рекордный спрос российских банков на европейскую валюту 21 ноября 2019 года, 17.55 Владимир Цыгоев, Владислав Иванов По данным ЦБ, в сентябре российские банки нарастили покупки наличной европейской валюты до 1,87 миллиарда долларов Это максимальный показатель с июля 2018 года Значение более чем в два раза превысило объем приобретенных долларов Эксперты связывают наблюдаемую динамику с постепенным отказом Москвы от использования нацвалюты США в расчетах со своими ключевыми торговыми партнерами Кроме того, спрос на наличные евро в стране вырос одновременно с новостями о возможном введении в Россию отрицательных ставок по депозитам Спрос российских банков на наличные евро достиг максимальной отметки за более чем год Как следует из материалов ЦБ, в сентябре кредитные организации увеличили закупки европейской валюты на 52%, до 1,87 миллиарда долларов Значение стало самым высоким с июля 2018 года В то же время ввоз в страну долларов сократился на 18%, до 738 миллионов долларов В целом за сентябрь банки закупили иностранную валюту на сумму 2,63 миллиарда долларов Из этого объема почти 71% пришелся на евро, а доля доллара сократилась до минимума с августа 2014 года и составила 28% Согласно данным регулятора, с начала 2019 года российские банки ввезли в страну долларов на сумму 7,8 миллиарда долларов, а евро – на 9,5 миллиарда долларов Опрошенные аналитики связали такую динамику с усиленным переходом России на расчеты в нацвалютах со своими ключевыми торговыми партнерами Так, бизнесу все чаще необходимы наличные евро для проведения операций с европейскими компаниями За последний год доля евро во внешнеторговых сделках российских компаний выросла на 4% и в январе – ее не составило 21% При этом на торговлю со странами Евросоюза приходится 43,1% всего внешнеторгового оборота России Иными словами, возможности для вытеснения доллара по крайней мере на этом направлении велики Отметил в разговоре с РТ Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Каган Как рассказал РТ Эксперт компании Международный финансовый центр Владимир Рыжанковский Действия банков связаны с заметным увеличением доли евро в резервах Банка России и фондах Министерства финансов Спрос на рубли должен вырасти Почему в России могут быть введены отрицательные ставки по валютным вкладам С начала года в России заметно снизились ставки по банковским валютным вкладам При этом в ЦБ допускают, что проценты по депозитам Россияне также существенно нарастили закупки европейской валюты в сентябре Согласно данным ЦБ, по сравнению с августом объем приобретенный населением европейской валюты вырос почти в два раза До 497 миллионов долларов Примечательно, что спрос на евро резко усилился после новостей о возможном введении отрицательных ставок по депозитам в России Так, в сентябре в ЦБ заявили об изучении возможности разрешить банкам принимать на хранение доллары и евро под отрицательный процент Растущая популярность отрицательных ставок за рубежом привела к тому, что вклады российских банков в других странах стали убыточными В первую очередь речь идет о Европе, где ставка по депозитам составляет минус 0,5% годовых Как объяснил Алексей Коренев, российские банки стали предоставлять своим клиентам условия лучше, чем имеют сами при размещении вкладов в евро И поэтому работают себе в убыток В результате многие кредитные организации уже попытались самостоятельно решить проблему и компенсировать свои потери В частности, ряд банков перестали открывать вклады в евро или начали брать комиссию за хранение средств в европейской валюте Как ранее объяснил А.Т., начальник отдела инвестиций БКС-брокер Нарекова Кян Инициатива ЦБ может подстегнуть рядовых граждан отказаться от вкладов и начать хранить свои валютные сбережения под матрасом Впрочем, как отмечает Михаил Каган, новость о возможном введении отрицательных процентных ставок по депозитам пока не вызвала массового снятия наличных средств с валютных счетов В данных по операциям физлиц иностранной валюты нельзя однозначно сказать о закрытии счетов в евро и вводе наличных средств, отметил Каган Более того, в середине ноября после совместного обсуждения Минфин и Центробанк все же решили пока отложить вопрос о введении отрицательных ставок по депозитам Об этом ранее заявлял замминистра финансов Алексей Моисеев Как позже отметила председатель ЦБ Эльвира Набиулина, необходимость доплачивать за хранение денег в иностранной валюте может негативно сказаться на кредитовании и экономике страны в целом Мы периодически слышим предложения сделать ставки ниже, даже сделать их отрицательными, как в Европе, чтобы росло кредитование и ускорился рост Но от того, что ставки станут отрицательными, причины, которые мешают инвестициям, не исчезнут И в большинстве стран, которые прибегли к отрицательным ставкам, кредитование не выросло, а замедлилось, подчеркнула Набиулина во время выступления в Госдуме 20 ноября Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!